В Нижегородской области участились случаи подделки денежных купюр номиналом 2000 и 5000 рублей. За последние 7 месяцев в регионе возбуждено 441 уголовное дело. Из обращений изъяли 516 подделок на общую сумму более 1 миллиона рублей. В Сарове сотрудники полиции зафиксировали один случай оборота фальшивых купюр. Это произошло 4 апреля 2022 года в помещении филиала Банка ВТБ. На Московской 11 при пересчёте денежных средств выручки одного из предпринимателей города Саров была обнаружена купюра номиналом 5000 рублей. Попала она непонятно как в эту общую массу, потому что формирование этой сумки инкассаторской было определено за неделю. То есть выручка за неделю собиралась. И отследить, кто когда приносил данную купюру, не представлялось возможным. И в том случае, так как не вёлся учёт поступающей наличности денежных купюр. Выявить фальшивку можно по характерным особенностям. Цветопередача, которая отличается от подлинной купюры. Нечёткое изображение мелких деталей. При сгибе бумаги краска на подделке начинает осыпаться. А под воздействием воды или спирта смываться. Также на фальшивых деньгах отсутствует вдавленности и выпуклости бумаги на местах красочных изображений. А фон денежных купюр может быть загрязнён. Даже водяные знаки – не признак подлинности денег. Купюра поддельная, она состоит из двух частей. Два листочка. И водяные знаки, они делают как? Они на одной из частей, чаще наоборотной, наносят краситель специфический. Невооружённым глазом видно водяной знак и водяной знак. Соответствует образу, который на оригинальной купюре. Когда мы смотрим микроскоп, причём мы делаем это при расслаблении, купюр мы её расслабим, сначала разъединяем, потом смотрим. То есть не на просвет. И там видно, в чём разница. Потому что оригинальная купюра, во-первых, так не расслабится, не отсоединяется. Самый простой способ проверить, подлинно ли купюра – обратить внимание на номера на банкноте слева и справа. Цифры должны совпадать. В противном случае вы столкнулись с фальшивкой. На протяжении трёх лет также попадаются поддельные 10 рублей. Посмотрите на ребро монеты. По всей окружности должна быть штамповка монетного двора. Если она полностью гладкая, то это подделка. Санкция за совершение гражданина преступления по части 1 статьи 186 то есть изготовление в цели сбыта поддельных банков билетов Центрального банка России, металлических монет, валюты, равнохранение перевозка в целях сбыта и сбыта заведенного поддельных банковских билетов, наказание совершения свободы до 8 лет. То есть если деяние совершено в крупном размере, то есть человек фальшивок надел на 2 250 000 рублей, то до 12 лет. Совершение деяния совершенных организованной группой до 15 лет. При обнаружении фальшивых денег не следует возвращать подозрительную банкноту сбытчику. Необходимо тут же вызвать сотрудников полиции, попытаться максимально точно запомнить приметы злоумышленника. Продавцам и кассирам сотрудники полиции советуют использовать специальное оборудование для проверки подлинности банкноты, а также вести журнал 2-х и 5-тысячных купюр, записывая серию, номер банкноты и дату сбыта. Обо всех деньгах сомнительного качества сообщайте по телефону 112 или по номеру МВД по ЗАТО Саров 605-22. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.